В этом видео мы расскажем о 8 самых страшных ошибках, которые вы допускаете, из-за которых ваш псориаз день от дня становится хуже. Вам повезет, если из-за этих ошибок ваш псориаз будет просто стабильным. Но только представьте себе, то, о чем мы вам расскажем, может быть причиной того, что у вас до сих пор псориаз. Для разминки надо бы начать с чего-то теплого, приятного. Например, солнышко. Вы загораете или используете пувотерапию или ультрафиолетовую лампу для того, чтобы у вас вырабатывался витамин D. Витамин D вам нужен для того, чтобы с одной стороны нейтрализовать аутоиммунную реакцию псориаза, а с другой стороны, чтобы этот витамин D отрегулировал деление ваших клеток кожи, и они стали вести себя нормально, а не делиться в 5-7 раз быстрее. Звучит очень хорошо. Но почему-то уж слишком часто от солнца и у F-ламп становится хуже. Но если не хуже, то вы просто уже забросили этот метод, потому что он вам не помог. И возможно, ваша лампа пылится где-то в шкафу или под кроватью. Ну а что, если я вам скажу, что вы облучались и загорали, категорически неправильно. Есть два способа получить витамин D. Вы его можете скушать, что сейчас нас не интересует, и вы можете получить его от солнца. Ну, точнее, от ультрафиолетового излучения. И вот, что я вам скажу. Жизненно важно понимать процесс того, как образуется витамин D, чтобы не допускать фатальную ошибку. Холестерин, которым вас всех пугает, составляет более 20% оболочек каждой клеточки. А еще его очень много вырабатывается с кожным салом, которое смазывает вашу кожу. Холестерин очень интересен тем, что он превращается в 7-дегидрохолестерин. Этот 7-дегидрохолестерин по своей сути предшественник витамина D. Считается, что он разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения, и из-за этого превращается в витамин D. Здоровые кератиноциты очень крепкие из-за белка, который делает нашу кожу такой прочной. Если говорить о 7-дегидрохолестерине, который находится внутри клеток кожи, для него хватит и 15 минут облучения, чтобы он весь начал превращаться в витамин D. После чего он подхватывается особым белком, который относит его в печень. Там он меняется в другой вид витамина D, затем опять подхватывается белком и направляется уже в почки, и там он становится активным. И вот в чем штука. В отличие от нашего крема Псаникан, который напрямую запускает витамин D в клетки кожи и в глубокие слои, где зарождаются кератиноциты. Этот же витамин D, который вы получили от солнца, идет в те места, в которых дефицит значительно более важно закрыть, нежели в коже. Но это не самое страшное. Я сказал, что необходимо как минимум холестерин в кожном сале, ну или в себуме. Можете называть эту субстанцию как хотите. А еще я упомянул, что нужно облучаться ультрафиолетовым светом максимум 15 минут, если клетки кожи здоровы. А что вы имеете в пятнах псориаза? Во-первых, ваши клетки кожи дефективные. На то, чтобы их производить в 5-7 раз быстрее и значит больше, уходит огромное количество белка и животного жира, частью которого является холестерин. Если вы не питаетесь правильно по нашей методике, о которой мы выпустили уже в видео, или, например, не соблюдаете корневор-диету или даже кето, мы уверены на 100%, что вы недополучаете достаточно питательных веществ, чтобы содержать весь этот дорогостоящий процесс. А значит, в этих клетках будет очень мало холестерина. Что уж там говорить о 7-дегидрохолестерине, которая вообще мизерное количество. Во-вторых, кожа воспалена, а значит, железы кожного сала тоже воспалены и не могут вырабатывать себум в том количестве, в котором он необходим здоровой коже, а значит, облучать пятна псориаза в домашних условиях. Но, в принципе, эффект такой же, как от паяльной лампы. В-третьих, этот полученный вами витамин D поступит сначала в печень, потом в почки, а уж потом туда, где он больше всего нужен. Разница между этим витамином D и тем, что вы скушаете, в том, что скушав, вы всасываете его через тонкий кишечник. И он таким образом не всасывает все 100%. А когда через кожу, то... Ну, если он уж проник в кожу, то находится в кровотоке. Вопрос только, хватит ли вам аминокислот, из которых создается белок, который связывает витамин D. А теперь, где логика в том, чтобы облучать именно пятна псориаза? То есть, с одной стороны, в них почти нет того, из чего делается витамин D, на них нет того, из чего делается витамин D. Защиты от ультрафиолета в этих пятнах почти нет. В итоге вы думаете, что вы делаете лучше. А на деле вы просто создаете солнечный ожог и так в воспаленных участках тела. Из этого следует вторая страшная ошибка. Какая-то из очередных диет, которые урезают животные жиры. Мы много об этом говорим в наших других роликах, поэтому я обобщу. Жирорастворимые витамины и незаменимые жирные кислоты. А также примерно 20% оболочки каждой вашей клеточки в теле находятся в жирных продуктах. А именно в животных жирах. На самом деле вы и вправду чувствуете улучшение самочувствия. Ну, от любой диеты примерно первые две недели. Ваш организм перестраивается и подстраивается под новое питание. Но дело тут в том, что как ни посмотри, вам необходимы материалы для того, чтобы стабилизировать ваш иммунитет и восполнить баланс веществ, из которых делаются клетки вашей кожи. Для керотиноцитов, как и для любой другой клетки, буквально любой, необходимы жиры и белки. В этом уравнении нет углеводов. Ну, раз я заговорил об уравнениях, надо поговорить о количестве. К сожалению, из-за недопонимания вы принимаете некоторые вещества в недостатке, а некоторые в избытке. Поэтому надо пояснить самые главные аспекты дозировки, чтобы вы не выбрасывали ваши деньги на ветер. Так что давайте для примера разберем несколько средств, витаминов и добавок. Такие препараты, как глюкокортикостероиды, имеют очень четкие границы применения. Например, в акридерме активным веществом является бетаметазон. Этот глюкокортикостероид можно использовать наружно не дольше, чем 3 недели. А если вы наносите бетаметазон на лицо, тогда курс лечения не может превышать 5 дней. Гормональные препараты ни в коем случае нельзя самостоятельно покупать и применять. Назначать гормональные препараты может только врач. Так же, как и курс лечения ими, если он не опасен. Нельзя просто брать какое-то гормональное средство, которое якобы кому-то помогло, и пытаться его наносить самостоятельно. Так как существует опасность, что гормональный препарат вам не подойдет, а сделает хуже. Есть другие препараты, которые кажутся для вас более безопасными. Как, например, крема и мази салициловой кислотой. Дело в том, что даже на примере вроде как этого якобы безвредного средства тоже не все так уж просто. Задача салициловой кислоты в том, чтобы подавлять сальные и потовые железы. Она работает как восстановитель клеток кожи. В большой концентрации она помогает убрать корочки псориаза. И вот в чем тут проблема. С этой работой и повседневной занятостью. Вы же наверняка когда-нибудь думали, а зачем мне идти с этой мелочью к врачу? Раз уж помогло, то и сейчас я тоже еще раз куплю. Так нельзя. Салициловая кислота очень хорошо всасывается, и курс ее применения не должен быть дольше 20 лет. Кроме того, что на нее может развиться очень сильная аллергическая реакция, салициловая кислота бьет по вашим почкам, которые, кстати, производят и активируют витамин D, который необходим для стабилизации вашего аутоиммунного процесса. Даже если вам один раз что-то прописали, это не значит, что вы можете каждый раз это использовать. И даже витамины. Например, мазь в виде стим. Это средство для наружного применения, в котором активным веществом является витамин А. Вроде как все же мы слышали, что витамин – это хорошо. Если с ним переборщить, он сушит кожу, вызывает зуд и покраснение, и даже может вызвать дегенерацию и истончение кожи. Вы же все помните еще со школы, что 1 грамм печени белого медведя убивает человека. Так вот, причина такой токсичности в переизбытке витамина А. Всему надо знать меру. Например, мы очень тепло относимся к бетаину. При слабой кислотности желудка он очень хорошо помогает переваривать белок, получать и усваивать из мяса аминокислоты и электролиты. При псориазе очень важно получать достаточно аминокислот, чтобы как минимум было из чего делать все эти чешуйки, иначе организм будет разрушать мышечную ткань. Еще бетаин помогает в работе печени, но если его принимать слишком много, тогда он может сделать вашу мочу слишком кислотной, и это чревато камнями в почках. Кстати, мы уже опубликовали видео на нашем канале о почках, очень советую вам его посмотреть. В некоторых случаях с дозировкой все просто, как, например, сурсодезоксихолевой кислотой, которая помогает усваивать животные жиры и витамины с кислотами из животных жиров. Какой бы фирмы вы ни взяли, там написано, что дозировка начисляется как 10-15 миллиграммов на 1 килограмм вашего веса. Ну а вот с витамином D, например, так не получится. Сесару Каимбра выяснил, что лечебная суточная дозировка витамина D будет до 1000 международных единиц на 1 килограмм вашего веса. Интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько в сутки вы пьете витамина D, если вообще пьете. Так вот, это очень опасная и большая дозировка. Курс лечебного приема витамина D должен прописывать только эндокринолог и исключительно основываясь на результате вашего анализа на витамин D. И при высоких дозировках нужно сдавать анализ на витамин D не реже, чем каждые полтора месяца. Теперь вы понимаете, что если вы принимали 1000 международных единиц и вам не помогло, возможно, вам просто надо было пить его в 20 или 50 раз больше, но помните, что бы мы вам не советовали, вы обязательно должны все рассмотреть со своим врачом. Так как самостоятельно принимать много для одного человека будет очень большой переизбыток, а для другого очень большой недостаток. Мы за индивидуальный подход. Поэтому мы против, когда всем поголовно прописывают одно и то же, основываясь на самых общих анализах крови, если вообще-таки анализы были сделаны. Некоторые препараты опасны, и в большинстве случаев это вы узнаете либо когда уже поздно, либо на своем опыте. На самом деле есть безопасные препараты, есть группа кремов нового поколения, которые влияют на аутоиммунные процессы и помогают клеткам тела восстанавливаться. Причина псориаза кроется во внутренних органах, и пока мы вам помогаем в наших роликах и статьях решить вашу проблему, вы можете уже сейчас начать избавляться от пятен псориаза с помощью нашего крема Псоникан. Результаты применения крема вы почувствуете в первые же дни применения, поэтому переходите по ссылке в описании и покупайте крем от псориаза Псоникан. Поэтому, как вы видите, очень часто вы совершаете ошибку в дозировке препаратов, полезности и разных пищевых добавок с витаминами. Даже повседневные вещи могут стать губительными для вашего процесса лечения, как, например, долгие ванны или ванны с содой. Мы понимаем, что если у вас есть возможность, вы подолгу лежите в ванной для того, чтобы размягчить корочки с псориазом, и чтобы они сошли с вас, и ваша кожа перестала тянуть, сжимать и зудеть. Но это, к сожалению, может быть не так уж полезно, как вы думаете. Исследование показало, что неважно, каким образом вы будете мыться, даже без мыла или шампуни, влага с кожи начинает значительно сильнее испаряться, даже после обычной воды. Например, если вы будете не тереть себя полотенцем, а просто промокать, испарение воды с кожи этого не изменит в лучшую сторону. Влага продолжит испаряться в течение нескольких часов, что только пересушивает вашу пораженную кожу псориазом и делает заболевание чуть-чуть все более невыносимым. А если еще в воде мыло, так это усиливает воспаление даже здоровой кожи. Ну, а если вы добавили соду, возможно, вы и чувствуете временное улучшение вашего состояния на сколько? На полчаса, два часа или ночь? Но понимаете, ваша кожа больше кислая, нежели щелочная. В вашем теле каждый участок организма имеет свой уровень кислотности и щелочности. Поэтому такая водная процедура это массированный стресс на весь покров вашей несчастной и многострадальной кожи. А состояние такое не исправит, потому что зачастую причина зуда в воспаленных нервных окончаниях, а не в чем-то еще. И наверняка вам логика подсказывает, если бы сода была таким хорошим противовоспалительным средством, то цена не была бы 20 рублей за килограмм. И использовалась бы она повсеместно в каждой больнице. Поэтому главное в лечении псориаза это логическое мышление и продуманный подход, с которым мы вам поможем. Покупайте наш крем Псоникана Псориаза и смотрите эти видео.